Виталий Волков Губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился к жителям региона в связи с угрозой распространения коронавируса. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. Областной конкурс хореографических коллективов «Ритмы века». В этом году безумная конкуренция по всем направлениям. Ну вот, кстати, что могу сказать вам для информации, классический танец представлен только здесь, в Десногорске, что очень приятно и представлен на хорошем уровне. О текущей обстановке в городе, в том числе об эпидемиологической ситуации, сообщили главе Десногорска Андрею Шубину. 17 марта он провел плановое совещание городской администрации. Мировая эпидемия коронавируса Смоленщину и Десногорск в частности обходит стороной. Отмечены только случаи заболеваний ОРВИ, но и они находятся в пределах допустимых значений для этого времени года. Тем не менее, 20 марта состоится внеплановое совещание руководства Десногорска с санитарно-противоэпидемической комиссией. Вопрос предупреждения коронавируса главный на повестке дня. В случае коронавирусной инфекции в городе не зарегистрировано. Все мероприятия, как Алексей Валерьевич сказал, необходимы и проводятся. Мы получаем соответствующие указания из Минздрава, из Финбар и все проводится в полном объеме. Тем не менее, в организациях продолжаются профилактические мероприятия. Также дезинфицирующие меры усилены в школах. Но это никак не влияет на образовательный процесс. Коринкулы весенние в школах начнутся 21 марта и поверятся по 29 марта включительно. Спокойную обстановку в городе обращают случаи пренебрежения принятыми нормами поведения. Так, въезд на набережную для автомобилей официально закрыт уже как два года. Это подтверждали знаки дорожного движения. Но неизвестный их демонтировал, и для некоторых это стало зелёным светом для въезда на пешеходную зону. Мы готовы рассказывать, показывать, что так делать нельзя, проводить профилактические беседы. Но те, кто не понимает, соответственно, будем добираться на административной комиссии. Продолжаются мероприятия, приуроченные к году памяти и славы. Ближайшее такое событие – литературно-музыкальный салон по волнам памяти, стеремония вручения юбилейных медалей «75 лет Великой Победе». Гостей ждут 19 марта в 18.00 в Центральной библиотеке. Олег Соловьёв, Александр Рафеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Но уже в среду, 18 марта, планы не только муниципалитета, но и Смоленщины были скорректированы. Из-за угрозы распространения коронавируса на территории региона, губернатор области Алексей Островский выступил с официальным обращением. Глубоко уважаемые и дорогие жители Смоленской области, в настоящее время коронавирусная инфекция бросает вызов всему миру и нашей стране, к сожалению, тоже. В этой связи для обеспечения безопасности смолян, для предотвращения распространения данной инфекции на территории нашей замечательной области, я подписал указ о повышенной готовности. Все федеральные, региональные, муниципальные службы области совместно вырабатывают решения, которые позволят избежать заболеваний, как минимум массовых заболеваний на территории нашего региона. В настоящее время, несмотря на то, что в ряде регионов России уже выявлены случаи заболевания, на территории Смоленской области таких случаев нет. Я прошу вас избегать мест массового скопления людей. Кинотеатры, торговые центры, различные спортивные, культурные массовые мероприятия. Соблюдать средства гигиены. Строго следовать рекомендациям Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора нашей страны. Прошу вас, верьте только официальной, правдивой, достоверной информации. Эту информацию вы можете получать в онлайн-режиме на сайте Роспотребнадзора по Смоленской области, на сайте администрации нашего региона, а также в средствах массовой информации. Будьте бдительны, не верьте фейковым новостям, не верьте слухам, сплетням, распространяемым в социальных сетях. Берегите себя, берегите своих родных, близких. Будьте здоровы. Проверенную и достоверную информацию об обстановке на территории Десногорска и о предпринимаемых администрации мерах мы будем сообщать в ближайших информационных выпусках. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГООЧС города Десногорска привлекались для проведения следующих работ. По оказанию помощи скорой – 8 раз. По вскрытию дверей – 1 раз. По ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия – 1 раз. По спелению деревьев – 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 531 сообщение. Из них – 109 ложных. Поступило отработано 8 просьб от населения. 26-й областной конкурс «Ритмы века» прошел 14 марта в Центре культуры и молодежной политики. Как и всегда, он стал ареной дружеского соревнования самодеятельных коллективов Смоленщины. Подробности далее. «Ритмы века» – традиционный областной праздник творчества. На этапе в Десногорске свои номера показали лучшие местные хореографические коллективы, а также гости из Рославля. Каждое выступление конкурсантов предстояло оценить авторитетному жюри, в составе которого балетмейстеры, художественные руководители и артисты балета Смоленской области. 10 номинаций и более 25 номеров, за каждым из которых – месяцы тренировок. Участники – как совсем юные артисты, так и молодежная группа. Независимо от уровня подготовки, для каждого из них этот конкурс – шанс заявить о себе на региональном уровне. «Ритмы века» – один из главных и основных конкурсов для всех любительских коллективов и ансамблей. А мероприятие в Десногорске – это второй из четырех его межрайонных отборочных этапов. «В этом году безумная конкуренция по всем направлениям. Но вот, кстати, что могу сказать вам для информации, классический танец представлен только здесь, в Десногорске, что очень приятно и представлен на хорошем уровне». По окончании уже всех туров лучших участников ждет галлоконцерт, который состоится 4 апреля в городе Смоленске. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде. 19 марта в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 9, ночью плюс 4. На сегодня это все новости. Больше интересно на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В суде работал Виталий Волков. Увидимся!